Мы очень сильно боялись, ушел из жизни всеми нам любимый, скромный, уважаемый человек нашей общины. Рахмакадабошам, Акейлю, Дедилюша, Бемурат, Ознац. И сегодня так совпало. Уже вот сегодня, много лет, как скончался его папа, Рахмакадабошам, Блауриэль, Бемурат, Бити, Бемурат, Битио, он скончался четвертого кислева, и вот именно сегодня мы также вспоминаем отца Дедилюши Рахмакадабошам, Блауриэль, Бемурат, Ознац. Дорогие друзья, наш дорогой Дедилюша потерял своего отца, когда ему было всего лишь 9 или 10 лет. И он не насытился лаской и добротой своего отца, потому что был очень маленьким, но он дал обещание, когда у меня, Худохат, будут дети, я сделаю все, чтобы мои дети насыктились моей добротой. Рахмакадабошам, Дедилюша, он был прихожанином нашей синагоги в Фрешмейдос Бет-Илияу. Всегда, когда он посещал нашу синагогу, это был для нас большой праздник. Всегда мы ему говорили, пожалуйста, Дедилюша, пойте вместе с нами молитвы, когда он пел «Рухомонтамонтозом и жук». Дорогие друзья, для Дедилюши семья была на первом плане. Хоть даже он был человек, который всегда служит народу. Мой папа тоже был с ним много раз на свадьбе в Самарканде, но для Дедилюши семья была на первом плане. Не зря семья разделяется на две части. Сначала семь, потом я. И таким был Дедилюша. Сначала семь человек, потом я в самом конце. Дай Бог долгих дней жизни нашей дорогой Цюджане, прекрасным дочерям, домонон, номерого, что Дедилюша ушел от вас очень и очень довольный. Вы его очень любили и обожали. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто был на похоронах. Не было даже места стоять. На улице был проливной дождь. Рабочий день. И сколько мне людей сказали, что они не могли даже остановить свою машину, потому что не было места для стоянки. Поэтому Дедилюша это был любимчик всего нашего народа. И сколько бы лет ни прошло, его нам будет очень сильно не хватать. Все вы помните, несколько дней тому назад, в субботу вечером 3 ноября, перед тем, как мы пошли спать, мы повернули часы на один час назад. В эту прошедшую пятницу я был в дом престарелых, я был у пожилых людей. И я сказал старикам, жалко, что мы часы только можем повернуть на один час назад. Жалко, что мы не можем вернуть время на 10 лет, на 20 лет назад. Было бы неплохо, если бы мы могли время вернуть на много лет назад. И потом я задал вопрос этим старикам, а вы хотите вернуться в прошлое, чтобы вам было 16 лет, 18 лет или нет? И я этот вопрос задал во многих дом престарелых, во многих детских стадах для взрослых. И как вы думаете, какой был ответ? Хотели бы наши старейшины стать обратно молодыми или нет? Я сказал, все, кто хотят стать молодыми, поднимите свои руки. И, к моему удивлению, 10-15% пожилых людей, они подняли свои руки, что они снова бы хотели стать молодыми, 16-летними, 18-летними. Я говорю, наверное, меня плохо слышите? Или, может быть, у вас рука болит, что вы руки не поднимаете? Почему вы не хотите стать молодыми обратно? 90% не подняли свои руки? Один пожилой говорит, а что ты нас дрожишь? Какой толк, что я подниму руку, что я хочу быть молодым, если этого никогда не будет? Но 90% они сказали, нет, мы не хотим снова быть молодыми. Я говорю, почему? Разве плохо быть молодым? Они говорят, а что, мы, когда будем молодыми, мы снова должны переживать, на ком мы женимся. Снова мы должны переживать, что у ребенка высокая температура. Снова мы должны думать, на ком наши дети женятся. Умолять людей, то им срабабе, то им почем бобей. Нам больше ничего не надо. Мы поняли, индунеон, дунеон фоний. Но те, кто подняли свои руки, что они хотели бы снова стать молодыми, я спросил, а почему вы хотите стать молодыми? Они ответили, потому что мы сделали в жизни очень много ошибок. Неправильно женились, неправильно вышли замуж. Мы бы хотели вернуться в прошлое, чтобы эти ошибки не повторять. Так как мы не можем повернуть время назад, поэтому мы должны прожить правильно, что потом мы не сожалели о прошлом. Дядя Дилюша Ходдаша прожил очень мало. Я обратил внимание, его папа прожил примерно 57 лет. Рахмакада Боша Апостна, ему было где-то 77 лет. В среднем это сколько лет? 67 лет. И именно дядя Дилюша прожил как половина возраста отца и матери. Ему было всего лишь 67 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok